ПАВЛА НАВРОДСКОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ КРАЕВОЙ ФЕДЕРАЦИИ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА Ну, Кирилл, давайте скажем так, не подход изменился, а больше удовольствия, изменилась и забота о нас, в общем-то, изменилась о туризме. То есть пешеходные маршруты, как они были, так и они остались, их не меньше, и с каждым годом все больше. А то, что люди, которые приезжают на Алтайский край отдохнуть на нашу территорию, еще могут воспользоваться и гостиницами, и какими-то кемпингами, или поставить паладочку у какого-то красивого озера, да, это существует. В связи с этим мы тоже думаем, а почему бы нам не попробовать сейчас в некоторых зонах, например, вокруг Белокурихи, два, огромная такая территория, Средний Горя, Тайга и так далее, почему бы не сделать по европейско-швейцарскому методу, то есть прошел денек с рюкзачком, да, и спокойненько на стояночке отдохнул, там тебе и крыша ожидает, и хорошее место для приготовления пищи и так далее. Но это в планы будущего, а сейчас вот какие маршруты пешеходные выбирают? Сейчас у нас, знаете, Алтайский край настолько богат на пешеходный туризм, ну, например, возьмем сейчас, смотрите, все ленточные бары, долина реки Од, это вот Солоирский кряж, красивейший Залесовский, Заринский район, красивейшие места, пешком мы ходим там, кроме этого, ну, знаменитая наша Горная Колывань, любимая, богатая, Чижижский район, очень-очень-очень, да, Солонежский район, да, вот, всякие хребты, как вот Каргонский хребет, в общем-то, довольно красивейшие и находятся там у нас на этом хребке, там высочайшие вершины Алтайского края, вот, то есть для пешеходного туризма раздолье. Какая-то физическая подготовка нужна все-таки, ну, не каждый человек, там, с рюкзаком-то, с таким тяжелым сможет преодолеть маршрут? Пешеходный маршрут, он не зря называется пешеходным, то есть это от слова пешеход, человек идет пешком, в общем-то, движение, это, говорят, сейчас вырабатывают гормоны счастья, да, вот, в общем-то, готов, я так, потенциально готов каждый. Какой самый длинный маршрут по времени? У нас, если брать спортивный туризм, это шестая категория сложности в спортивном туризме, это 250 километров, примерно за 20-25 дней, но с преодолением определенных препятствий, скажем так. Так, шестая категория, это самая высшая категория сложности? Да, это самая высшая, за нее дают заслуженных путешественников в России, за нее могут дать мастера спорта и так далее, вот. Ну, это через какие-то, наверное, горные хребты там, да, это, ну, пешеходный, да, да, препятствия должно быть, вот, шестая категория у нас в Алтайском крае, пешеходный маршрут не может быть без захвата территории соседней любимой республики Алтай. Так вот сейчас у туристов есть мода на пешеходные походы или все-таки нет, или вот она была в советские времена, а сейчас нет? Параллельно я тут еще с детским туризмом работаю и так далее, вот, и неоднократно бываем на различных совещаниях, заседаниях, и все лето я нахожусь на территории Алтайского края. И, в общем-то, вижу реально, что желание движения есть даже у тех, кто приезжает на озеро Белое, в общем-то, отдохнуть, поставить, может поставить там на берегу озера и баньку сам привезти с собой, вот, и для шашлыка что-то приготовить. Но все равно эту машину, он оставляет автомобиль, и он все равно идет, он идет на синюху, он идет вокруг озера, вот, и я заметил, что если я с какими-то группами там, ну, детей, студентов, да, преподаваю, какая разница, и мы с рюкзаками, то есть мы туристы, то другие отдыхающие, они как-то ставят нас маленько на уровень выше, они с нами советуются, они подходят поговорить. Вот это движение с рюкзаком человека создает ему еще определенный такой имидж, даже если мы идем буквально всего на один день, там, ну, на небольшую горку вокруг. Ну что ж, движение – это жизнь. Спасибо, Павел Иванович. О походах и пешем туризме мы говорили с Павлом Навроцким, заместителем руководителя Краевой Федерации спортивного туризма.